Благодарим Богом и нашей детстве, Который Божий народ, Славу Богу воздаём! 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 Славу Богу воздаём! 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 Славу Богу воздаём! Дорогой наш Господь, Благодарим Тебя за начало Осеннего семестра, Господи, В Московском Библийском Институте Мы молимся, чтобы Ты вёл нас, Господь, Покрывал нас, открывал тайны Слова Твоего, ободрял нас, Наставлял на истину, Господь. Дорой нам радость, Господь, В общении с Тобой, через это Слово, Говори, помазывай каждое занятие, Мы, Твои люди, хотим знать Тебя, Хотим знать всё о Тебе И о Твоём втором пришествии Во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Убери сейчас все отключения, Убери, Господи, разные мысли, Которые уводят нас от Тебя, Сосредоточь на Тебе, Господи, И оживи нас по Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я очень рад, Что мы начинаем ещё один с Вами семестр Библейского института. Я очень рад видеть новых людей. И так же и старых. Мы приветствуем, кто нас смотрит? Казань, Калининград, Аминь, кто ещё нас смотрит? Кто бы нас не смотрел, Мы вас приветствуем. Санкт-Петербург, Щёлк, сейчас минуту, щёлк. Ещё у нас Выборг, Цемлянск, Кемерова. Да, кто ещё? Ну, кто бы нас не смотрел. Мы вас приветствуем. Спасибо за то, что вы с нами. И у нас будет вместе замечательное время. Итак, мы с Вами Приступаем к книге Откровения. Книга Откровения, Последняя книга канона Писания. Всего 66 книг в каноне Писания, Бога вдохновенных. И книга Откровения, Последняя книга. И мы скажем о ней много. Аминь. Мы много будем говорить. Последний раз я проходил Книгу Откровения, Когда учился в Библейском Институте в Бишкеке. И это было, по-моему, 2005 год. Десять лет прошло. Как вы думаете? Я думаю, что Достаточный срок, Чтобы мы с Вами сделали Апдейт, да? Как это говорится сейчас В нашем русском мире. Апдейт того, Что происходит в этом мире. Потому что мы видим, Что в этом мире Развиваются определенные события, О которых говорил Господь Иисус Христос. Итак, С чего мы начнем с Вами? Мы начнем с того, Что мы не изучаем Книгу Откровения, Чтобы стать пророками. Итак, Мы не изучаем Книгу Откровения, Чтобы пророчествовать. О, Это будет тогда, Это будет так, И так далее, И тому подобное. Иисус придет В 2018 году. А почему ты так думаешь? Если вы правильно Можете интерпретировать Писание и книгу Откровения, Вы точно поймете, Что Иисус придет В 2018 году, 1 октября. И сколько угодно было Таких людей, Или таких церквей даже, Которые выходили В белых одеждах, На гору, Определенного числа, И Забери нас, Господи, Приди, Господи. Ну, они там долго стояли, Потом спустились И сказали, Ну, чуть-чуть мы здесь Не самое, Не того. И так, Иисус четко и ясно сказал, Что этого дня Не знает никто. Этого дня, Этот день придет Внезапно. Этот день А этот день Знает только Отец Мой. Это об этом Дне пришествия Иисуса Христа Не знает ни ангелы, Ни один из людей. Вы со мной? Ни один из людей Не знает. Ни один. Ангелы не знают. И Иисус говорит, Даже Сын Человеческий Не знает. И мы можем сказать, Как же Сын Человеческий не знает? Он же и Бог. Да, Он Бог, Но Он решил Не знать этого дня. Так же, Как апостол Павел Решил не знать Ничего у коринфян Кроме Иисуса Христа И притом распятого. И Иисус решил Не знать этого дня. Потому что Если бы Он знал Этот день Как человек, То Он обязательно Бы поделился Своими учениками. Аминь. Потому что Он сказал, Я рассказал вам все, Что принял От Моего Отца. А вот этого Не хочу знать. Итак, Этот день Знает только Мой Отец Один. Итак, Первое. Мы не изучаем Откровения. Книгу Откровения, Чтобы стать пророками. Второе. Мы не изучаем ее, Чтобы делать Сенсации, Да? Сенсации. Ооооо, Вот сейчас Вы знаете, Что будет. Знаете, Как это Все будет. Итак, Для сенсации, например, книга «Деяния апостолов», 17 глава, 21 стих. Для тех, кто только начал учиться в нашем библейском институте, мы вам даем подсказку. Когда звучит ссылка на писание, пишите сначала стихи, то есть главу и стихи, а потом уже название книги. Хорошо? Потому что пока я буду писать название книги, у меня цифры куда-то. Итак, пишите сначала цифры, а потом название книги. Уж название книги вы не забудете. Итак, «Деяние 17, 21». Там сказано, что греки, находясь в Афинах, они ни над чем хорошо не проводили время, как над тем, что сидели и спрашивали, ну что нового? Что нового в мире творится? Деяния апостолов так написано. Что нового в мире творится? Что нового? Итак, книга «Откровения» это не то, что... Ну что новенького там? Что новенького в книге «Откровения»? Давайте, может еще что новое? Нет, не для этого. Далее. Не для того, чтобы мы пугали людей событиями этой книги. Это третье. Итак, мы не пугаем людей событиями этой книги. Конечно, там серьезные события, но мы не пугаем людей. Мы, наоборот, указываем им на Иисуса Христа. Да. И еще что можно сказать по поводу книги «Откровения»? «Откровения» самая непонимаемая книга в христианстве. Самая непонимаемая книга в христианстве. Мартин Лютер сказал, что для меня эта книга не имеет никакой ценности. Я вообще не понимаю, о чем там говорится. И там он сказал, он даже сказал, зачем ее вообще включили в канон писания? Что это такое там вообще? Рога, копыта, глаза. Цель изучения этой книги. Давайте мы с вами запишем. Мы изучаем эту книгу, чтобы быть вооруженными истиной о будущих событиях. Итак, мы изучаем эту книгу, чтобы быть вооруженными истиной о будущих событиях. И чтобы это повлияло на нашу жизнь сегодня. Итак, мы изучаем книгу «Откровения» и мы смотрим на будущие события, какие будут происходить. Чтобы это также и повлияло на нашу жизнь сегодня, когда мы находимся здесь, на земле. Итак, мы изучаем эту книгу. Это цель изучения книги «Откровения». Далее. Что еще мы можем сказать? Книга «Откровения» демонстрирует нам... Давайте мы скажем несколько слов, что демонстрирует нам книга «Откровения». Итак, первое. Она демонстрирует нам точность Писания. Точность Писания. Из-за того, что... Извините. Несмотря на то, что книги Библии писали с течения 1600 лет, и разными авторами, в разное время, в разных географических местах, все Писание Бога вдохновенно, и оно связано, переплетено, и оно как живой организм. Итак, это точность Писания. Все четко мы с вами посмотрим. Второе. Оно являет могущество и мудрость Бога. Могущество и мудрость Бога. Что мы имеем в виду? Бог управляет всем. Бог стоит над всем. Бог управляет всем, и Бог стоит над всем. Когда мы будем изучать с вами эту книгу, там вы увидите и не раз, и не два, и не три будут такие слова. «И дано было им», «И дан был ей», «И дан был им», «И дан был им». Что это означает? Это по распоряжению было дано. По распоряжению Бога. Бог стоит над всем, и Он управляет всем. Итак, второе. Это являет могущество и мудрость Бога. Третье. Являет цель и план Бога в отношении Израиля, Церкви и Язычников. Являет цель и план Бога в отношении Израиля, Церкви и Язычников. Четвертое. Защищает верующего от подделок сатанинских. Защищает верующего от сатанинских подделок. Книга Откровения защищает верующего от сатанинских подделок. Следующее. Пятое. Дает утешение. Дает утешение. Нам могли бы сказать, пастор, какое же там утешение? В книге Откровения такие вещи происходят. Она дает для верующего утешение. Мы с вами сейчас запишем, чтобы подойти к книге Откровений. И зная эти моменты. Далее. Шестое. Ободряет жить в святости. Ободряет жизнь жить в святости. В святости практической жизни верующего. Ободряет жизнь жить в святости верующего. Следующее. Открывает Великолепие Иисуса Христа. Открывает Великолепие Иисуса Христа. Следующее. Раскрывает истинное лицо зла. Раскрывает истинное лицо зла. И так-то просто раскрыть истинное лицо зла. Там оно будет раскрыто в полной мере злом. И вместе с человеком в веках. Девятое. Эта книга завершает все. Завершает. Завершает и, я бы даже сказал, запечатывает откровение Бога о самом себе. Завершает все. Запечатывает откровение Бога о самом себе. Это 66-я книга, последняя книга. Никаких пророчеств, никаких предсказываний будущего не будет вне этой книги. Вы со мной? Еще раз повторяю. Эта книга последняя, пророческая, где все заканчивается. Книга бытие, книга, иначе книгу бытие называют книгой начала. То есть там все начинается. А книга откровения, что? Там все заканчивается. И как только была написана книга откровения, Бог запечатал свое откровение. То есть все эти 66 книг он запечатал. Последняя книга откровения. И сказал, все. Достаточно вам, ребята, то, что я написал для вас. Достаточно, чтобы вы увидели моего сына. Достаточно, чтобы вы поверили в него. Достаточно, чтобы вы продолжали верить в него и доверять ему. И достаточно я написал, что будет происходить в последние времена. Итак, это завершающая книга. Все те учения, которые были начаты в книге бытие, они заканчиваются в книге откровения. Мы видим с вами Едемский сад, то есть Трай. И как он перемещается во все времена жизни на земле. И как он заканчивается в небесном Иерусалиме. Заканчивается. Мы видим, как дьявол вошел в книге бытия в третьей главе. Что с ним произойдет в конце-то концов. Да? С одной женщиной мы проводили, так, в одной семье мы проводили библейские занятия. И одна женщина постоянно задавала вопрос. Вот нет, ну ты скажи мне, для чего Бог сбросил нам этого дьявола? Вот ты скажи мне. Нужно знать, что произойдет. Грех вошел в Едемский сад в человека. Что с грехом станет, тоже мы узнаем с вами в книге откровения. Далее. Пророчества. Пророчества изменяют нашу жизнь. Пророчества изменяют нашу жизнь. Слово пророчества, оно имеет два значения. Итак, пророчество изменяет нашу жизнь. И слово пророчества имеет два значения. Первое значение – прорекать Слово Божие, то есть говорить Слово Божие. Говорить Слово Божие или прорекать Слово Божие. Следующее значение – это говорить Слово Божие о будущих событиях, то есть говорить о будущем. Пророчество – Слово Божие о будущих событиях. Как оно может повлиять, как оно может изменить нашу жизнь? Первое. Правильное понимание пророчества освобождает нас от осуждения других людей. То чувство справедливости или тот поиск возмездия или справедливости, которое есть у нас, это заложено в нас. Когда мы смотрим на книгу Откровения, то там мы видим, что Господь является судья праведным, и что Он будет судить, и Он воздаст каждого. Следующее. Мы с вами принимаем вечерю, и у нас была вечеря в прошлое воскресенье, мы с вами принимаем вечерю, и напоминая, и вспоминая Иисуса Христа, мы вспоминаем последнюю вечерю, на которой Иисус говорит. «Ребята, я не буду больше пить от виноградного, от этой виноградной лозы без вас, но буду пить с вами в Царстве Божьем». Аминь. Итак, Иисус говорит, вот я вам даю установление, и это установление вечеря, и мы вспоминаем о том вечере, когда Иисус сидел со своими учениками, и мы вспоминаем Его кровь и тело ломимое, и Его воскресенье. Иисус говорит, я говорю вам, что мы с вами встречаемся в Царстве, и тогда у нас будет брачная вечеря Агнца. Итак, пророчества, которые говорят о грядущем Христе, они сосредотачивают еще больше нашего внимания на основной брачной вечерей Агнца. Сейчас вечеря – это воспоминание. Вы со мной? Аминь. Но тогда будет настоящая вечеря. И с этой вечерей мы уже никуда не разойдемся. Она будет продолжаться, все, мы в вечности будем, постоянно с Иисусом Христом. Далее, помогает нам в отклике в духовной жизни. Помогает нам в отклике в духовной жизни. Итак, мы с вами, изучая книгу Откровения, она ободряет нас откликаться и быть исполненными Духом Святым. Колоссянам 3.3, ищите горнего. Колоссянам 3.3, ищите горнего. То есть небесного, где Христос сидит. Ищите горнего, ищите горнего. О горнем помышляйте, а не о земном. Следующее. Вы обновитесь, а верующий обновится в служении, которое дал ему Господь. Верующий обновится в служении, которое дал ему Господь. Евреям 10.25 Евреям 10.25 Мы не оставляем в собрании своем. Я вам сейчас зачитаю. Евреям 10.25 Здесь сказано Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев. Но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня Оного. Какого дня? Оного дня. Что это такое? Дата неизвестна, как мы уже с вами сказали. Дня Оного, когда придет наш Господь. И мы рассуждаем об этом, увещеваем друг друга и говорим, давайте еще больше будем в собрании следствия. Потому что мы усматриваем уже приближение дня Оного. Вы можете сказать, и апостол Павел так говорил, я усматриваю уже приближение дня Оного. Кого мы еще возьмем? А кто у нас еще там есть? Мартин Лютер. Кальвин мог бы сказать, я усматриваю приближение дня Оного. Пастор Стивенс говорит, я усматриваю, вот-вот уже приблизится день Оного. И мы с вами, мы усматриваем приближение дня Оного. И это также ободряет нас еще больше быть в собрании святых. Давайте мы скажем несколько слов о пророчествах. Как у вас дела? Вы со мной? Хорошо? Здорово. Ничего, мы немного сейчас будем писать, а потом, может быть, отдохнем чуть-чуть, потом опять будем писать. Итак, пророчество. Что мы можем сказать о пророчествах? Первое. Слово «царь» и слово «царство» обозначены одним словом. Слово «царь» и слово «царство» обозначаются одним словом. И мы с вами посмотрим. Например, книга Данила, 7 глава, 17-19 стихи. Книга Данила, 7 глава, 17-19 стихи. Там сказано, что когда объяснял ангел значение видения, когда звери выходили из моря, то он сказал, что восстанут два царя. Они же, он говорит, что восстанут два царства. Итак, мы с вами четко расставим точки на «и», где царь, а где царство. В принципе, царь и царство, они не разделимы. Где царь, там и царство. А где царство, там и царь. Царство небесное. И, кстати, это молитва. «Отче наш, сущий на небесах». Ничего страшного, что вы молитесь этой молитвой. Благословит вас Господь. Это молитва царства. «Да придет, отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое. Да придет что? Царство Твое. Как оно на небе, так и где? На земле». Что это означает? «Это на землю должен прийти царь. А где царь, там и царство. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение. И избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Если вы молитесь этой молитвой, благословит вас Господь. Но знайте, что это молитва о царстве. Что царство Божие сойдет на землю. Когда царь сойдет сюда, на эту землю. Следующее. Есть пророчество двойного исполнения. Пророчество двойного исполнения. Мы с вами скажем немного принципов герминевтики. Слово герминевтика это наука толкования Библии. Вы знаете, как мы очень осторожно подойдем к толкованию книги Откровения. Чтобы наши мысли и скакуны, они туда никоим образом не проникли. И чтобы мы не толковали Слово Божье из своего сердца. Для этого существует наука герминевтика. Определенные принципы, которые мы будем с вами использовать. И которые защитят нас от неправильного толкования Библии. Потому что Библия толкуется Библией. Писание толкуется Писанием. И мы с вами будем, вы увидите, мы с вами будем в конкретных рамках. Чтобы нам не начать размышления о четырех всадниках Апокалипсиса. То есть кому не лень только, не высказав свое мнение о четырех всадниках Апокалипсиса. Итак, пророчество двойного исполнения. Второе. Например, Даниила 8 глава 9-11 стихи. Даниила 8 глава 9-11 стихи. Там говорится о том, что восстанет рог. Давайте мы с вами посмотрим. Это стоит. Итак. Восьмая глава 9-11 стихи. Как у нас новая доска, кстати? От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства небесного и недринул на землю часть сего воинства и звезд и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства и отнято было у него ежедневная жертва и поругано было место святыни его. Итак, мы видим с вами здесь эту часть писания. И здесь говорится об определенном человеке. И этот человек Антиох Епифан. Это один из императоров разделившегося царства греческого. Если вы не слышали о том, что когда Александр Македонский, когда он умер, то царство было разделено на 4 части, 4 генерала, которые из-за того, что у него не было наследников, 4 генерала наследовали. И оно было разделено. И здесь сказано, и Антиох Епифан жил в 175 году до Рождества Христова. 175 год до Рождества Христова. Что произошло в это время? Он запретил жертвоприношение в храме, запретил служение в храме в Иерусалиме. И мало того, что он запретил, он поставил статуи богов, каких-то греческих богов в храме Иерусалимском. Мало этого, он, знаете, еще что сделал? Он взял, заколол свинью и всей ее кровью залил там все святое святых и святых. И там сказано, что прекратилось, прекратилось жертвоприношение, храм был осквернем. Итак, это говорилось о нем, но вот, когда мы дальше смотрим, 23 стих, здесь уже говорится. А другой личности под конец царства, и когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силой будут производить удивительное опустошение, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых. Это уже относится к антихристу, который восстанет в момент, во время великой скорби. Итак, это пророчество двойного исполнения. Что еще мы можем сказать? Псалом 21, запишите, пожалуйста. Псалом 21, это псалом Давида, который он сказал. И там, в этом псалме написано, как бы этот псалом показывает Иисуса Христа на кресте Голгофы взгляд с креста Голгофы. Итак, некоторые вещи, которые сказал Давид в этом псалме, они произошли и с ним в момент его жизни, и также это те вещи, которые произошли со Христом на кресте Голгофы. И также еще давайте одну ссылку, Исайя 7 глава, 14 стих. Исайя 7 глава, 14 стих. Кто помнит, что он написан там? Исайя 7,14. Давайте, ребята. Кто помнит? Исайя 7,14. Хорошо, подсказку дам. Это же самое написано в Матфея 1 глава. Итак, Седева, аминь, Седева зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что означает «С нами Бог». Такой сын родился, и он родился во времена пророчества Исайи, и он родился у одной женщины, и его назвали Иммануилом, и он питался молоком и медом, и когда он подрос, то царство ассирийское, и царство ассирийское, оно было что? Оно было разрушено. А второе, это что? Это Господь Иисус Христос. Итак, это пророчество двойного исполнения. Пророчество двойного исполнения. Далее, пророчество промежутка. Пророчество промежутка. Очень интересный принцип. Итак, вот одна гора, вот другая гора. Между ними долина. Человек смотрит отсюда, и он видит, и он видит только верхушки гор. Он видит первое пришествие Христа, пророк Ветхого Завета, и он видит второе пришествие Христа. Он не видит вот этого времени, в котором мы сейчас живем. Потому что он смотрит и видит, пророчествует о первом пришествии и сразу же о царстве. Поэтому и ученики его сказали у Иисуса. Господи, не в это ли время нам царство ты устанавливаешь? Иисус говорит, не ваше время знать времена и сроки. Здорово, да? Господи говорит, не ваше время знать времена и сроки. Давайте мы прочтем пару мест Писания. Исайя, 9 глава, 6 стих. Книга Исайя, 9 глава, 6 стих. Я думаю, что вы знаете, что там написано. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. О чем это говорится? Это говорится о том, что младенец родился в Вифлееме. И сын нам дал. Далее. Здесь сказано, кто он, владычество на плечах его. И нарекут имя ему чудный советник, бог крепкий, отец вечности, князь покой. 7 стих. Умножение, владычество его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Вы знаете, между последними словами 6 стиха и первыми словами 7 стиха идет промежуток. Вы со мной? Идет промежуток. Здесь сразу сказано, младенец родился нам, и сын дал нам. И сразу сказано, что он владычествует на престоле Давида, отца своего. Еще одно местописание. Книга Исайя, 11 глава. Книга Исайя, давайте страницу перенеснем. 11 глава. И произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произойдет от корня его. И почует на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдаться в земле решать поистине. И жезлом у своих поразит землю. Итак, четвертый стих, буквально посередине четвертого стиха, есть разделение. Итак, Иисус пришел, на нем почил дух Господень. И здесь сразу продолжается. И жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестиво. Когда это произойдет? Здесь, во время его второго пришествия. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Чтобы вы еще больше поняли, что о чем я говорю, давайте откроем 61 главу Исаии. И 61 глава Исаии, мы также с вами можем прочитать ссылку оттуда. Евангелие от Луки, Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 20 стих. Итак, 61 глава. Дух Господа, 1 стих. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне и благоприятное. И что здесь дальше продолжается? И день мщения. Правильно, да? У вас тоже? У вас такая же Библия, как у меня? И день мщения Бога нашего. Открываем Евангелие от Луки. Иисус говорит точно такую же фразу в 4 главе. В главе Евангелия от Луки, 4 глава, 16 стих. 4 глава, 16 стих. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Как его взяла? Сейчас ты ее любишь. Где было написано. Что было написано? Точно то, что мы сейчас прочитали. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Правильно, да? И здесь что Иисус делает? И, закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были стремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание, слышанное вами. Какое Писание? Писание, которое мы сейчас прочитали, в 61 главе. И в этой 61 главе, во втором стихе, здесь второй стих, после того, как Иисус сказал, проповедовать лето Господне благоприятное, точку поставил, и следующие слова, и день мщения, между этими словами, что? Но промежуток, какой промежуток? Тайна, о которой пророки не знали ничего. Тайна церкви. И мы будем с вами об этом говорить. Итак, это понятно, да? Это важно при толковании пророчества. Идем с вами дальше. Итак. Четвертое. Пророчество полного исполнения. То есть было сказано полностью в отношении какого-либо человека, или какого-либо предмета, или города, или страны. Пророчество полного исполнения. Давайте мы с вами запишем пару примеров. Разрушение Тира. Разрушение Тира. Исайя 23 глава, Иезекииля 26 глава. Разрушение Тира. Все знают, что такое Тира? Это город. Это город. Это город, который стоит на побережье Средиземного моря. Иезекииля 26 глава. Разрушение Тира. Далее. Еще один пример. Разрушение Ниневии. Город. Столица Ассилийского царства. Разрушение Ниневии. Исайя 23 глава. Итак. Повторю ссылку. Разрушение Тира. Исайя 23 глава. Иезекииля 26 глава. Разрушение Ниневии. Наума 1 глава 15 стих. Наума 1 глава 15 стих. И Сафония 2.13. Сафония 2.13. Там сказано полное пророчество о разрушении Тира в этих ссылках. И также о Ниневии. Что Ниневия будет разрушена. И также, например, о рождении Мессии Вифлееми сказано в Михея 5 глава 2 стих. Рождение Мессии Вифлееми. Михея 5 глава 2 стих. 5 глава 2 стих. Когда волхвы. То есть, извините, не волхвы. Давайте назовем. Как вы? Мудлицы, да. Цари. Когда цари пришли в Иерусалим. Во второй главе Евангелия от Матфея. И стали говорить. Где родившийся царь Иудейский? Правильно, да? Иерусалим встревожился. Ой, Ирод встревожился и весь Иерусалим с ним. И он позвал к себе книжников и священников народных. И задал им какой вопрос? Где должно было родиться Христу? Они что ответили? Вифлееми иудейском. Ибо так говорит Михея 5.2. Вифлееми иудейском. Следующее. Пятое. Давайте мы с вами скажем несколько слов о промежутках времени. Итак, пророческий год 360 дней. Пророческий год 360 дней. Не 365 дней. Пророческий год 365 дней. И вы можете сказать, ну а как же еще эти 4, в некоторых случаях 5 дней. 360 дней пророческий год. Пророческий месяц 30 дней. 30 дней пророческий месяц. Например, в книге Откровений говорится, что 1260 дней будет происходить определенное событие. Эти 1260 дней 42 месяца. 1260 дней 42 месяца. 3,5 года. Далее. Седьмина. Что такое седьмина? Что такое пророческая седьмина? Седьмина это 7 лет. Все правильно. Это 7 лет. Не 7 дней, а 7 лет. Господь, когда поселил народ свой на земле обедованной, он сказал, 6 лет засеивай землю, паши, собирай урожай, сажай, спасев и жатва, 6 лет делает. А седьмой что? Год? Суббота, покоя для земли. Итак, 6 дней занимайся земледелием, а в седьмой год ничего не делай. Потому что это неделя. Аминь? Это года. 6 лет плюс 1 год. Когда евреи пришли в землю обедованную, что? Они сказали, Господи, все, что повелишь нам, сделаем. И ни одного, ни одной субботы не дали земле. Ни одной. Потому что думали, что как же это, если мы не посадим в этом году? Что же мы будем есть на следующий год? А Господь четко и ясно сказал, что я в шестой год дам вам на два года, чтобы вы ели. Дайте земле отдохновение один год седьмой. И люди что сказали? Да, Господи, конечно. И сделали по-своему. Как по-своему? Они не давали земле отдыха. И Господь говорит, я вас с этой земли переселю, чтобы эта земля отпраздновала все свои семьдесят выходных лет. Вы со мной? А семь раз по семь? Что это? Сколько? Сорок девять. Сорок девять. А потом пятидесятый какой год? Юбилейный год. Все рабы возвращаются свободными домой. Прощение везде. Все те, которые продали свою землю кому-то, и за что-то вся земля возвращается. Вы можете почитать. Вы можете почитать об этом. По-моему, это книга Левит. Дальше. Итак, седьмина, это семь лет. Далее, числа, пророчества. Числа, пророчества. Число три. Число триединства. Число три, триединства. Далее, и мы встретим с вами также в книге Откровений. Число четыре. Это число земли. Четыре число земли. Север, юг, запад, восток. Четыре времени года. И так далее. Далее. Пять. Число благодати. Вау! Господи! Пять число благодати. Шесть. Число человеческое. Шесть число человеческое. Семь совершенства Божие. Двенадцать. Это также число полноты, и которое относится в большей мере к Израилю. Двенадцать. Итак, семь совершенства Божие. Двенадцать. Это полнота, и относится в большей мере к израильскому народу. Двенадцать колен. И число сорок. Это число суда. Число суда. Следующее. Седьмое. Книга Откровения и Прочествия имеет много символов и образов. Имеет много символов и образов. И мы с вами увидим, что апостол Иоанн, видя происходящие события, он часто говорит, и это было похоже как бы на это. Это выглядело как бы так. И было похоже как бы на это. Вот это как бы, как бы, очень часто встречается в Книге Откровений. Потому что там есть символы и образы. Для чего нужны символы и образы? Первое. Они не подвластны времени. Они не подвластны времени. Символы и образы. И еще они говорят о природе того или иного персонажа. О природе того или иного персонажа. Дракон, Барс, Медведь, Лев и так далее. Агнец, да? Они говорят о природе того или другого персонажа. И еще парочку. Пророчества не всегда идут в хронологическом порядке. Книги Откровений. Пророчества не всегда идут в хронологическом порядке. Книги Откровений. Не всегда мы с вами так же будем обращать на это внимание. И еще мы можем сказать одну вещь. Пророчества Ветхого Завета не включает в себя церковь. Пророчества Ветхого Завета не включают в себя церковь.